Церковь Русская, красуйся, великуй! Церковь Русская, красуйся, великуй! Церковь Русская, красуйся, великуйся, 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 великуйся. Известно, что святая царица Елена, мать императора Константина, на святой земле построила храм в честь введения Пресвятой Богородицы. А это означает, что задолго до IV века событие введения во храм Пресвятой Богородицы уже праздновалось, как великое событие новозаветной истории и отмечалось, как особый церковный праздник. В самом этом событии есть что-то, что связано с обычной жизнью тогдашних людей, а есть нечто, что связано с присутствием Божиим в человеческой жизни. Был такой обычай у идеев. Каждого мальчика-первенца посвящали Богу. Но поскольку не каждая семья была готова отдать ребенка на служение в ветхозаветный храм, то приносили на сороковой день после рождения в храм, и как бы за ребенка давался некий выкуп, приносилась жертва. Мы знаем, в частности, об этом и из истории Сретения Пресвятой Богородицы, когда Спаситель был принесен в храм, получил благословение, а за него была принесена жертва. Ничего подобного не происходило, когда рождалась девочка. Но иногда благочестивые родители желали посвятить своего ребенка Богу. И отводили в храм, где он, ребенок, воспитывался, возрастал, и нередко далее всю свою жизнь посвящал служению Богу и добрым делам. У Иакима и Анны, родителей Пресвятой Девы, не было детей долго. И когда родилась девочка, то они восприняли это как милость Божию, как некое чудо. И исполнили обет, данный Богу, и решили посвятить ее служению при храме Иерусалимском. И когда исполнилось три года, то они привели младенца к храму. Все в соответствии с традицией, с обычаем, ничего особенного. А вот дальше происходит нечто, что выходит из ряда этих обычных событий. У храма девочку встречает первосвященник. Это действительно нечто необычное, странное. Первосвященник, глава Ветхозаветной Церкви, лидер духовный, лидер народа. С какой стати он должен был встречать неизвестного ему ребенка. Но произошло именно так, что он был тогда у ступеней храма. И затем произошло нечто особенное. Младенец Мария, трех лет от роду, вступив на первую ступень, а таких было 15 ведущих к храму, и это были большие каменные ступени. Те, кто видел когда-нибудь древние постройки, знают, что это такое. Это не современные ступеньки в современном доме. И младенец Мария в трехлетнем возрасте взбирается сама без посторонней помощи по этим 15 ступеням. А затем снова происходит что-то необычное. И первосвященник, который сопровождает ее, берет и вводит туда, куда нельзя было вводить никого из мирян, и даже из священников. И сам первосвященник только один раз в году входил в то место, где находился ковчег Завета, в котором были скрижали первоначально закона Моисеева, где стоял золотой сосуд с манной, той самой манной, которой евреи питались в течение 40 лет после исхода из Египта, где лежал жезл Аарона, брата Моисея, который процвел великие святыни Ветхозаветной Церкви, напоминавшие о самых важных событиях в жизни народа. И вот туда, куда заходил раз в год первосвященник, он вводит младенца Марии. Вот все эти события можно разделить как бы на три таких важных этапа. И за каждым из этих этапов стоят люди. Первый – это посвящение Девы Марии Богу. Кто стоит за этим событием, за этим решением? Ее родители. Именно родители принимают такое решение. Никто другой не имел права это сделать и не имел на то воли. Родители решают посвятить ребенка Богу. А затем первосвященник, наставник народа, это он свои объятия открывает младенцу, он вводит ее во святая святых. Велика роль наставника в человеческой жизни. Так же, как и родители. Ну и, наконец, сама Дева Мария, взбирающаяся по этим пятнадцати огромным ступеням. За этим только она и никто другой. Трудно было идти этому маленькому ребенку, но он шел за этим событием ее воля, ее произволение, ее жертва. Вот так и в нашей жизни. Огромное значение в жизни каждого человека имеют родители. Родители закладывают основу не только физического организма человека, а не формируют его душу, его убеждения, его взгляды на жизнь. Недаром педагоги говорят, что человеческая личность формируется до пяти лет, а дальше она уже сформирована, она будет развиваться в соответствии с этими заложенными навыками. Какая же огромная ответственность лежит на родителя. Нередко мы знаем, что родители и старшее поколение негодуют по поводу молодого поколения, видят в нем много для них неприемлемого, ошибочного, опасного, и иногда это действительно соответствует тому, что есть на самом деле. Но откуда произошло это новое поколение? Оно ведь не с неба свалилось. У каждого из этих молодых людей, совершающих нередко очень постыдные поступки, родители. И разве можно осуждать молодых, не осуждая их родителей? разве Господь не видит всего того, что происходит? И почему всю ответственность возлагаем на того, который совершает какое-то действительно противное Богу или людям, или противозаконное деяние, показывая на него пальцем и подвергая его критике и осуждению? За ним ведь стоят его родители. И Аким и Анна могли посвятить девочку Богу, а могли не посвятить. Могли привезти в храм, а могли не привезти. Вот так и сегодня, и всегда, на протяжении всей истории родители могли сделать или не сделали, а если не сделали, то разделяют ответственность пред Богом, пред людьми, пред обществом за поведение своих детей. Ну и, наконец, наставники. Ведь мог первосвященник и не выйти навстречу младенцу Марии, и мог не ввести его во святая святых, введя тем самым в живое соприкосновение душу младенца с божественной силой, с божественной благодатью, которая источалась от тех священных предметов священной истории. А он это сделал. Сегодня нередко старшее поколение, в том числе и педагоги в школе, и преподаватели, и профессора в университетах и институтах сетуют о том, что вот какая ужасная молодежь. А разве они не несут ответственность за молодое поколение? Разве старшее поколение не является наставником младшему поколению? И если, взирая на пример старших, творящих беззаконие, разрушающих семьи, разрушающих нравственные основы личной, семейной, общественной жизни, молодежь будет другой? Разве смотря фильмы, телевизионные передачи, которые делают старшее поколение, разрушая нравственную основу молодежи, они будут другими, они будут как самые худшие герои этих самых фильмов. И так оно и происходит. Мы удивляемся жестокости в молодежной следе. А как же не быть жестокими, когда главный герой сегодня совершает дела жестокости? Как мы удивляемся, почему молодые люди используют наркотики, уходят из этого мира? А как же мы не удивляемся тому, что весь виртуальный мир, созданный взрослыми, способствует тому, чтобы человек разрывал свою связь с реальностью и уходил из этого мира? Наставники, а это все старшее поколение, особенно те, кто влияет на умы, на сердца людей, педагоги, преподаватели, журналисты, писатели, продюсеры фильмов, все несут ответственность за формирование молодого поколения и от этой ответственности ни перед Богом, ни перед историей не уйти. Ну и, наконец, личный фактор. Ведь младенец Мария сама взбиралась по этим крутым ступеням, преодолевая то, что ребенку в три года преодолеть было практически невозможно. это, наверное, требовало огромной цели устремленности, силы воли, способности терпеть. И она сделала это. Поэтому ответственность за жизнь, свою собственную жизнь, в первую очередь несет сам человек. Как он идет по ступеням жизни. Младенцу было трудно подниматься, наверное, легче было спрыгивать с этих ступенек и идти вниз. Вот так многие из нас поступают. Нам тяжело подниматься, нам тяжело расти, нам тяжело нравственно, интеллектуально, духовно, эстетически себя воспитывать, потому что все это требует усилий, но ведь гораздо легче катиться вниз, падать в пропасть, особенно если тебя манит в пропасть то, что создается людьми в виде псевдокультуры, когда тебя манит в пропасть твои собственные инстинкты, твои слабости, раскрученные псевдоидеалы и псевдоценности, нужны силы каждого человека, силы личности, чтобы подниматься вверх несмотря ни на что. И как важно, когда родители приводят человека к этой начальной позиции и говорят ему, что ему нужно идти вверх, и как важно, чтобы рядом были наставники, которые бы во время этого восхождения никогда бы не отступили и были с человеком до самого вверху чтобы на этом пути состоялась встреча с Богом. Реальное соприкосновение с божественным присутствием и тогда у человека вырастают крылья, он становится сильным, по-настоящему свободным, независимым в первую очередь от многих соблазнов и греховных притяжений, он становится способным подниматься вверх, на самую вершину, там, где дверь к Царствию Божьему. Вот эта история с Богоматерью, история ее родителей, история первосвященника, история младенца трехлетнего, карабкающегося по этим огромным ступеням древнего храма. Какой прекрасный образ, помогающий нам понять, что мы должны делать и как мы должны вести, чтобы каждое последующее поколение людей обретало и достигало подлинной цели человеческого бытия. И сегодня, вспоминая об этом событии, мы просим Пречистую и Преблагословенную Царицу Небесную простирать над всеми нами свой покров и укреплять нас на пути нашей жизни. Аминь. Земля Русская Роди Святой Украшай Свой Лад Небжем Божественным Венисом Святым Расплавим